Привет, друзья! Вот попробую попробую еще раз вам установила камеру с вами проехаться и вот не знаю, что у нас получится я хотела вам показать как у нас цветет сейчас черри кругом какая красота наступила вот не знаю, если не соскочит камера то посмотрим хочется вам кое-что показать потому что очень красивое началось цветение всего вокруг еще магнолия не перестала цвести еще не перестала цвести камелия и нарциссы стали уже отцветать но еще они остались и вот сейчас красавица черри махровая подошла она кругом цветет и это в общем конечно просто супер вокруг хотелось бы мне, чтобы вы всю эту красоту увидели и насладились всей этой красотой а я сейчас с вами просто немножко проеду я еду кофе пить опять я еду в центр свой вот я заезжала к своей знакомой это Бинстед Хилл мы сейчас едем в Бинстед Хилл это недалеко от Райда это здесь такое тихое местечко которое опять же обожают англичане вот здесь сплошь бунгало стоят это то место, где мы с мужем жили в течение пяти лет вот и в общем, несмотря на кризис несмотря ни на что цены на недвижимость в Англии продолжают расти, друзья это просто немыслимо и вот вы знаете даже то, что я вам показывала какие цены на недвижимость здесь как этот рынок недвижимости себя чувствует как он продолжает как он продолжает подниматься вверх вот каждый месяц эти цены поднимаются и вот, вы знаете я еще к тому же вам показала самое дешевое самое дешевое жилье вот начиная от 80 тысяч фунтов до 100 максимум 120 то есть вот это считается самое дешевое жилье здесь в Англии есть, конечно специальные тоже агентства которые для богатых клиентов предлагают недвижимость и там, конечно от 700 тысяч фунтов и выше миллион два миллиона вот такие усадьбы огромные вот это все продается и вы знаете все это покупается поэтому вот, конечно Англия страна контрастов как я уже говорила что здесь наряду с бедными так же вот и богатых очень много главное, наверное все-таки чтобы человек имел ой, проехала кафе свое с вами за раскопорами проехала ай-яй-яй ладно, сейчас попробую свернуть развернуться это центральная дорога она идет в Ньюпорт но я что-то в Ньюпорт ехать не намерена не собираюсь так, что там за такая красная надпись мне непонятно это что такое это какая-то новая тоже здесь у них новый какой-то обозначитель я этого не видела тоже раньше вот не успеешь как говорится нескольких нескольких дней или может месяц не поездить и уже куча всяких новостей вот так друзья ну сегодня еще к тому же как я уже вам рассказывала 23 апреля сегодня с утра забрали Кейт Миддлтон в больницу у нее начались схватки рано утром и вот вся Англия замерла в ожидании еще одного третьего ребенка Вильяма и Кейт Вильяма и Кейт это пара которую британцы приняли которую они как-то немножко даже Кейт похоже сказали что она похожа на принцессу Диану принцесса Диана любимица британской публики вы знаете когда она погибла миллионы и миллионы и миллионы британцев пришли к Букингемскому дворцу и стояли ждали наверное около четырех дней когда королева соизволит выйти и приспустить британский флаг была история очень даже нелицеприятная но тем не менее как говорится время все стирает все потихонечку забылось все потихонечку вернулось на круги своя но тем не менее принцесса Диана остается любимицей британцев и вот сейчас многие журналисты говорят о том что может быть и принцесса Кейт станет тоже вот как бы займет ее место неизвестно будет ли это на самом деле ну вот надеемся что что это будет так а я вот куда-то свернула не знаю куда сейчас посмотрим куда мы приедем я водитель с очень маленьким стажем ой какая разбитая дорога боже вот это еще одна веселая история что в Англии их дороги не ремонтируются уже очень долго они конечно где-то там в центре ремонтируются но в большинстве вот они все все разбиваются и разбиваются вот такими вот как вы видите вот видите подлатанные они такими заплатками другого цвета асфальт и потом это опять все разбивается абсолютно ничего не помогает это надо делать полностью ремонт дороги а сейчас даже вот я еду здесь написано 10 миль скорость я еду 10 миль и все равно вот видите трясет машину по страшной силе и потому что огромные ямы и рыдвины ну в принципе я выехала вот сейчас к реке Медина это Вутон Бридж и вот здесь вот очень симпатичная справа река Медина вам наверное ее не видно я сейчас постараюсь где-то припарковаться друзья и вам покажу эту реку Медина ну вот она это река Медина друзья которая впадает в наш пролив Соланд которая тянется через весь наш остров вот единственная река здесь на острове названа еще римскими поселениями римлянами которые здесь были первые поселенцы на острове Элла Уайт это было давным-давно но вот название этой реки Медина оно сохранилось с тех времен сейчас она выглядит довольно неприглядной потому что отлив у этой реки несмотря на то что это река но она скорее может быть даже как протока или не знаю как это называется если она соединяется с океаном вот с нашим проливом то естественно конечно на нее оказывают влияние океаны очень сильное влияние и поэтому когда прилив в океане то прилив здесь река медина полнюхонько водой а когда отлив вот как сейчас то вот выглядит она очень так неказисто скажем так а это вот такие красивые новые почки появились на сосне у нас вы знаете в связи с тем что очень много таких деревьев которые вечно зеленые они не теряют практически листву то вот заметить вот этот вот период когда начинается начинается новая листва вот как на этом дереве например видите вот это только-только начинают проклевываться листочки этот период он как-то не очень заметен не так как обычно в других странах в России например когда все стоит голое все деревья а потом они вдруг зазеленели и буквально выстрелила вся эта зелень в одну ночь а здесь вот такого конечно не бывает здесь это все постепенно потому что в основном кустарники вот такие извечно зеленые ну вот несмотря на то что эта река она не очень большая но на ней вот очень много яхт паркуется друзья или как это говорится яхты встают на причал на причал да или как в общем вот здесь вот они стоят их довольно много а вообще это вот такая вот деревня виллоч виллоч по нашему деревня вот называется Вот он Бридж вот видите вот такие вот здесь огромные дома в основном двухэтажные все они с видом вот на эту реку и стоят тоже они очень дорого потому что вид на реку считается весьма прекрасно ну и также вероятно англичане предпочитают жить вот в этой виллоч потому что у нее расположение хорошее она расположена как раз вот недалеко от центральной трассы вот если вы видите вот там вдали машинки бегают почти на самом горизонте вот это вот центральная роуд мейн роуд центральная дорога которая будет справа дорога в Ньюпорт а слева в Райт и вот такое хорошее расположение также в общем-то способствует тому что здесь с удовольствием покупают англичане свое жилье здесь тихо как вы слышите птицы поют довольно зелено вот близость к реке и все это вместе вот как раз поднимает цены на жилье как вы понимаете что это все то что нравится англичанам тишина хороший вид прекрасное расположение и цены залетают до небес вот вам опять красавица черри но вы знаете вот все-таки я не могу вам найти такую красавицу чтобы она была вся усыпана цветами если найду обязательно сниму вам ее вот она кстати бывает не только розовая но и белая это черри вот такая малюсенькая беленькая слушайте а вот это по-моему куст рододендрона по-моему рододендрон хотя странно мне его здесь видеть для родендрона это еще рано очень ну похоже что я не ошибаюсь это именно рододендрон очень красивый тоже начнет свисти скоро в огромном количестве и мы с вами насладимся еще одной прелестью ну а тут конечно показывать не перепоказывать все эти красивые цветы все эти красивые клумбы друзья и эти красивые дома я думаю я на этом свою съемочку с вами закончу друзья увидимся желаю вам всего наилучшего берегите себя пока-пока пока